Наш вебинар, посвященный иммунитету и Ведолазер. Для начала хотелось бы напомнить, какие факторы применяются в аппарате Ведолазер. Действительно, Ведолазер это уникальный аппарат, в него вложен достаточно большой интеллект, и здесь применяется триада методов воздействия на биологически активные точки, которые взаимодействуют друг с другом, это так называемая сочетанная методика, дают хороший результат. Итак, применяется низкоинтенсивная лазеротерапия, это первый фактор. Мы можем его назвать как зажигатель иммунитета, потому что лазеротерапия, она стимулирует обмен веществ, точнее нормализует его. Микроэлектрофорез серебра, это как воскреситель иммунитета, почему воскреситель я объясню позже. И акупрессура, это как бы то, что не дает иммунитету расслабиться, то, что удерживает его в форме. Образно, если это корсет иммунитета, причем не пассивный, а активный корсет. Вспомним, что такое лазеротерапия, кратко. Это применение с лечебной целью низкоинтенсивного лазерного излучения. Напомню, что лазерный свет не встречается в природе, что в отличие от природного света, он имеет 4 свойства. Первое из которых это монохроматичность, то есть фиксированная длина волны. На этом рисунке вы видите справа лазерное излучение, и вы видите, что длина волны у каждого лазерного луча одна и та же. А в аппарате вида лазера красный лазер, его длина волны около 630 нанометров, это аналог гелий-неонового лазера, который применяется в медицине уже достаточно давно. Напомню, что лазер это оптическое излучение. Оптическое излучение включает в себя три диапазона. Это инфракрасные лучи, видимые и ультрафиолетовые лучи. Чаще всего в медицине применяются лазеры инфракрасные и соответствующие видимому диапазону. Как раз наш лазер, веда лазер, соответствует красному лазеру, и на этом графике это вот примерно эта точка, которая соответствует этому положению. Напомню, видимый свет это длина волны от 760 до 400 нанометров. При помощи призмы его можно разложить на различные цвета радуги. Его длина волны максимальная, ближе всего к 760 нанометрам, к инфракрасным лучам, как раз она относится к красному спектру. Эта длина волны характеризуется тем, что она имеет максимальную глубину проникновения из всего видимого спектра, 2-3 сантиметра примерно. Вот вы видите на следующем слайде, что глубина проникновения красного лазера 2,5-3 сантиметра. Кроме того, мы его видим глазом и поэтому можем хорошо контролировать. В этом залог безопасности. Второе свойство лазера, которое отличает его от естественного света, это когерентность или монофазность. Это совпадение фаз излучения, то есть фотоны излучаются одновременно. Вы видите справа лазерное излучение и подъемы совпадают с подъемами, спусками, со спуском на условном графике. То есть фотоны излучаются строем, это как бы лазер ходит строем, есть такой образный термин. Поляризованность. Поляризованность – это следующее свойство лазера. Это параллельность всех лучей в пучке. То есть они излучаются в одной плоскости. И, наконец, малая расходимость и высокая направленность луча. На этом слайде вы можете видеть слева это светодиодное излучение LED, а справа – это излучение лазера. Вот как раз от аппарата VEDO-лазер. Вы видите, что высокая расходимость характерна для светодиодов, и для лазерного излучения, для лазерных диодов характерно вот такое нерасфокусированное пятно. В связи с этим можно создавать луч, который соизмерим с клеточными, субклеточными структурами. Ну и теперь поговорим о механизмах действия лазерного излучения. Итак, любой свет, воздействуя на атомы или молекулы, приводит к тому, что молекулы или атомы из стационарного состояния, состояния покоя, переходят в электронно-возбужденное состояние. В этом состоянии атом нестабилен или молекула нестабильна. Она стремится отдать излишек энергии, вернуться к себе в стационарное состояние, в состояние покоя, отдохнуть. И этот излишек энергии может быть реализован различными путями. Например, активации биохимических процессов. Как раз то, что касается лазерного излучения, в отличие от естественного спектра, мы видим эффекты уже на нетепловых интенсивностях. То есть идет мощное расширение сосудов, противовоспалительный, обезболивающий эффект, нормализация обмена веществ и так далее, и так далее, на тех интенсивностях, которые не являются тепловыми, то есть не дают тепловых ощущений. Все это возможно благодаря тем четырем свойствам лазера, о которых мы говорили. Монохроматичность, регерентность, поляризованность и высокая направленность. Что касается первичного механизма действия лазера, то, конечно, необходимо выделить мощную избирательную специфическую фотоакцепцию, мощную избирательную активацию биомолекул, синоним специфическая фотоакцепция. То есть воспринимают лазерное излучение не все молекулы, а избирательно те молекулы, которые соответствуют по своим размерам или кратной длине волны излучения. На этом графике вы видите, на этом рисунке вы видите условно молекулы каталазы, на которую мы воздействуем инфракрасным, здесь он зеленым цветом показан лазер, а так он не видим, да, и красным лазером. Видите, красный лазер совпадает с размерами молекулы, либо кратин ей, и это приводит данную молекулу в резонанс. Помните, как Шаляпин мог разбить бокал голосом, вводя в резонанс бокал? Напомню, что явление резонанса наблюдается тогда, когда собственная частота колебания объекта совпадает с частотой, которая воздействует на объект извне. Если открыть крышку рояля, спеть какую-то ноту, то отзывается именно та нота, которая соответствует нашему голосу. То же самое происходит и на молекулярном уровне. То есть, поскольку длина волны цвета измеряется в нанометрах, красного спектра точно, это 630 нанометров, то то, что соизмеримо с ее размерами, совпадает с размерами участки молекулы, они вступают в резонанс. Изменяется форма молекулы, как правило, нетепловые интенсивности, способствуют тому, что молекулы становятся более активны. Если говорить о каталазе, напомню, это металлосодержащий фермент, который уничтожает перекись водорода и обладает антиоксидантными мощными свойствами, препятствует перекисному окислению липидов. Нужно сказать, что особенность именно красного спектра, который применяется в аппарате Ведолазер, это активация молекул всех металлосодержащих ферментов. Как я уже сказала, это молекулы каталазы, это цитохромы, это те молекулы, которые участвуют в цикле Крепса. Цикль Крепса – это обмен веществ, это производство аденозим-трифосфорной кислоты АТФ, то есть энергии клетки. Поэтому красный лазер напрямую стимулирует обмен веществ, что очень важно. Особенно это важно, когда мы воздействуем на биологически активную точку, и именно эту информацию мы помещаем на точку канала, и она идет дальше по меридианам. На следующем слайде вы можете видеть, что лазер особенно проявляет свои эффекты в условиях гипоксии клеток. То есть если клетка находится в гипоксии, ей не хватает кислорода, если ее обмен веществ по каким-то причинам нарушен, в результате воспаления, в результате ишемии, недостаточного притока крови, то как раз лазер способствует тому, что анаэробный гликолиз переходит на аэробный гликолиз, на цикл Крепса. И напомню, что анаэробный гликолиз – это такой путь метаболизма, который при недостатке кислорода начинает происходить. В клетках там вырабатывается всего 4 молекулы АТФ. 4 молекулы АТФ, 2 из которых уходят на обеспечение самого цикла анаэробного гликолиза. И, конечно, это очень мало. Что касается цикла Крепса, то его эффективность, коэффициент полезного действия гораздо выше. Это 36-38 молекул АТФ на выходе. Если посчитать элементарно, то это 18-19 раз эффективнее. И нужно сказать, что как раз низкоинтенсивный лазер, в том числе красный лазер, который используется в аппарате Ведопульс, он способствует переходу из анаэробного гликолиза на цикл Крепса. А вот это свойство лазера широко используется, например, у постинсультных пациентов, у постинфарктных пациентов. И на прошлом вебинаре мы об этом говорили. То есть как раз тогда, когда есть гипоксия, когда нужно усилить трофику тканей, применяется она от сосудистой лазерной облучения крови, постинсультных, постинфарктных пациентов. И это дает очень плохие результаты. Следующий момент. Следующая особенность лазерного излучения – это выраженный феномен переизлучения, благодаря которому вот эта информация, она может передаваться на более далекие расстояния, чем обычно, чем мы привыкли, если сравнивать с обычным светом. Что такое феномен переизлучения? Это когда квант, которым мы дополнили энергию атома, он передается по цепочке, передается по цепочке, причем тем молекулам, которые непосредственно не облучались. Естественно, этот эффект, он затухает в глубине тканей, но все равно он увеличивает общую площадь воздействия. Биохимические процессы, вот эти тонкие, и в среднем, вот за счет этого эффекта переизлучения, глубина проникновения лазера увеличивается на 1,5-2 см по сравнению с обычным излучением. Вот за счет этого он как раз 3 см, видимо, ЭЛОР вполне имеет глубину проникновения в виде 3 см. Так, что будет, как будут проявляться эффекты лазерного излучения уже на другом уровне, на уровне физиологических ответных реакций организма, это, конечно, активизация кровообращения, то есть в 10-13 раз увеличивается количество функционирующих капилляров. Это доказано во многих исследованиях, Брильс авторами об этом пишет и не только. Кроме того, то, что касается иммунитета, усиливается миграция стволовых клеток. Это тоже очень важно, в результате стимулируется репарация, самовосстановление тканей. То есть после операционных вмешательств, после травм происходит более быстрое восстановление. Стимуляция местного и общего иммунитета, безусловно, лазер один из тех методов, которые могут оптимизировать именно иммунитет. Доказано, что функция нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов активизируется. Активизируется также киллинг, то есть это непосредственное убийство, так скажем, в кавычках, клеток лимфоцитными. Продукция цитокинов, антител и так далее. Несмотря на отсутствие ощущений, при низкоинтенсивной лазеротерапии мы получаем интенсивное раздражение кожных рецепторов. Это как раз имеет отношение к лазеропунктуре прежде всего. Воздействуя на небольшую зону, на биологически активную точку, мы получаем мощные рефлекторные реакции на уровне организма в целом. И доказано, опять же, во многих работах, что воздействие на отдаленные, то есть дистальные точки акупунктуры, оно дает более выраженную реакцию, чем на те зоны, которые ближе к телу. То есть на проксимальные зоны, которые находятся непосредственно на животе, грудной клетке, в проекции заинтересованных органов. А почему так происходит? Потому что перекрывается большое количество рецепторных полей. На следующем слайде мы увидим с вами чувствительного гомункулюса. Это представительство частей тела в сенсорной коре. То есть на самом деле гораздо больше мы чувствуем, мы ощущаем свои руки, информацию, которая идет от губ, ротовой полости, чем ту информацию, которая идет от тела. Вы видите, как небольшой участок занимает тело и какой огромный участок занимает кисть, стопа, лицо. Это используется в рефлексотерапии с древнейших времен. Итак, перекрытие большого количества рецепторных полей – это первая причина, почему воздействие на точки акупунктуры на кистях и стопах мы получаем выраженные лечебные эффекты. Вторая причина – это большое корковое представительство, и мы видели его также на рисунке. То есть в области кистей стоп перекрываются зоны иннервации многих нервов. В области ушной раковины также зоны иннервации семи черепно-мозговых нервов. Поэтому воздействие именно на эти зоны дает такую мощную реакцию коры головного мозга. Следующая причина – это активация ретикулярной формации. Что такое ретикулярная формация? Это клеточная сеть. Это такая структура нервной системы, которая еще досталась нам от гидры, если помните. В школе мы все изучали строение нервной системы гидры. И ретикулярная формация, она как раз построена по этому принципу. То есть клетки ретикулярной формации, ретикулум – это сеть полотеней, раскиданы по всей центральной нервной системе, то есть спиной, головной мозг. Особенно они сконцентрированы в стволе головного мозга, что изображено на рисунке справа. И у ретикулярной формации есть очень важное свойство. Она выполняет функцию аккумулятора для центральной нервной системы. Полурия – это энергетический блок, то есть без активирующей функции ретикулярной формации, невозможно вообще высшая нервная деятельность. Невозможно высшая нервная деятельность. Поэтому для осуществления любой функции низшей и высшей нервной деятельности ретикулярная формация необходима. И она подпитывается информацией от всех органов чувств. От глаза, уха, от тактильных рецепторов и так далее. И чем больше вот этой входящей информации, тем ярче горит аккумулятор. Вы замечали, наверное, что когда темно, тихо, легче заснуть. Потому что ретикулярная формация также отвечает за уровень сна, бодрствования. То есть она является таким фоном, который имеет отношение ко всем процессам, нервным процессам, нервно-рефлекторным процессам. Активируя ретикулярную формацию, мы как бы усиливаем эффект. Мы создаем тот фон, который дает нам наилучший результат. Ну и, наконец, повышение гуморального иммунитета. То есть выработки антител в результате воздействия на биологически активные точки также заказано во многих работах. Это и Портнов, и Вагралик, и так далее. Нужно сказать, что вот это повышение гуморального иммунитета, гуморального иммунитета, антителопродукции связано с чем? Вспомним особенности биологически активной точки. Напомню, что по многим авторам биологически активная точка отличается от окружающих тканей тем, что идет достаточно сильное кровообращение, то есть больше функционирующих капилляров в биологически активной точке. Следующий момент. Там больше тучных клеток, больше нервных рецепторов. Тучные клетки вырабатывают гистамин, другие цитокины, участвующие как раз в иммунных реакциях. Естественно, воздействие именно на биологически активную точку дает усиленный эффект. Дает усиленный эффект. Кроме того, в биологически активной точке снижено электрокожное сопротивление, что используется в аппарате педолазер. А если говорить о лазеропунктуре, то действительно этот метод выходит на первый план именно при оздоровительных процедурах, о чем мы будем говорить сегодня. Мы сегодня говорим об иммунитете. Что касается лазеропунктуры в аппарате Ведолазер, то напомню, что это низкоинтенсивная лазеропунктура, а значит она безопасна, то есть до 5 милливатт на выходе всего лишь. Время воздействия на биологически активные точки получается 20 секунд. То есть напомню, 5 секунд идет воздействие с наращиванием частоты непрерывного модулированного лазера от 1 до 8 Гц. Затем 10 секунд воздействия в непрерывном режиме и 5 секунд снижения частоты от 8 Гц до 1 Гц. Это является как раз гармонизирующей методикой. Если отвлечься от аппарата Ведолазер, то в принципе 20-30 секунд воздействия на биологически активную точку это гармонизация, 10-15 секунд это тонизация и 30-40 секунд седативное воздействие. Если вам необходимо тонизировать точку четко, вам можно время воздействия на нее сократить. То есть есть такая возможность раньше отключить аппарат. Каждые 5 секунд идет звуковой сигнал и можно на него ориентируясь проводить либо более краткое воздействие, либо если четко необходимо седативное воздействие его повторить. Частота, как я уже сказала, меняется и это соответствует канонам традиционной медицины. Напомню, что когда мы работаем с биологически активной точкой, наиболее эффективно сначала точку открыть, затем поработать с ней, то есть сообщить ей необходимую информацию и в конце мы должны точку закрыть. Как говорят многие представители традиционной китайской, традиционной тибетской медицины. Мы подходим к процессу, к излечению заболевания, как образно выражаясь, голова, тело и хвост. Надо не забывать о том, что у любого существа есть голова, тело и хвост. Так вот, голова – это вход в биологически активную точку, дальше идет воздействие на тело, а потом воздействие на хвост, как бы выход из биологически активной точки. То есть важно ее тоже закрыть, так, чтобы не вошла другая какая-либо патологическая информация, то есть набить ее нужной, положительной информацией и не давать входа информации отрицательной. Следующий физический фактор, напомню, мы назвали его воскресителем иммунитета, не случайно. Дело в том, что применяется микроэлектрофорез серебра, а микроэлектрофорез при помощи гальванического тока. Что такое гальванический ток? Это ток постоянный, то есть плюс и минус не меняются местами. Если мы вспомним аппарат Ведолазер, то там есть серебряный щуп, который заряжен положительно, и пластинка, второй электрод, который заряжен отрицательно. Как раз когда мы воздействуем на свою биологически активную точку, занимаемся самолечением, мы замыкаем цепь каким образом. Серебряный щуп прикасается к биологически активной точке. Когда он ее находит, по сниженному электрическому сопротивлению появляется сигнал, затем идет воздействие как раз тремя методами, о которых мы говорим, и отключение. Так вот, замыкается цепь между серебряным щупом и той пластинкой, которая находится на поверхности аппарата. Если вы хотите полечить кого-то другого, вам придется к нему прикоснуться, потому что иначе цепь не замкнется между вашей рукой и телом пациента. То есть обязательно другой рукой, другой частью тела, которую вы не лечите, прикоснуться к пациенту, иначе цепь не замкнется. Все это благодаря чему происходит? Именно благодаря гальваническому току. Напомню еще раз, ток постоянный, то есть плюс и минус не меняются местами. Это видно на первом графике. Кроме того, на втором графике изображена зависимость силы тока от времени. То есть он непрерывный, он во времени не меняется. У него нет пауз, нет нарастания и убывания. Он примерно одинаковые силы в то время. И он, естественно, малой силы тока, малого напряжения, поскольку это токи, которые соответствуют, похожи на естественные токи в тканях. Немного из истории метода расскажу. Дело в том, что Луиджи Гальвани, именно поэтому автору назвали гальванический ток, это известный биолог. В 1780 году он приступил к своим знаменитым опытам. Существует несколько версий. По одной из версий, жена из мясной лавки, жена Гальвани прибежала с ужасом, а вы знаете, что во Франции, в Италии едят лягушек, это имеет отношение к этому блюду. Во Франции из мясной лавки увидела, как мясник, прикасаясь к лягушачьим лапкам, что было результатом этого прикосновения. Лягушачьи лапки начинали сокращаться. Ну и Луиджи Гальвани задумался над этим, развесил лягушачьи лапки на медных крючках по своему дому, развесил их на веранде. У него была такая мысль, что внешнее электричество, молния, возможно, как раз в этом и виноваты. Ну и, скорее всего, было очень просто, то есть лягушачьи лапки висели на медных крючках, и когда к ним прикасались с железным ножом, они сокращались как раз замыкалась цепь элементарная, гальванический ток приводил к сокращению мышц лягушачьих лапок. Ну и вот как раз Луиджи Гальвани над этим задумался, развесил их по всему дому, и, наконец, когда пошел дождь, когда пошел дождь, лягушачьи лапки начали прикасаться на медных крючках к железной решетке, он увидел сокращение лягушачьих лапок и дальше написал свой знаменитый трактат о животном электричестве. Первоначально он думал о том, что это внутреннее электричество, но Александра Вольта доказал, что это все-таки было внешнее электричество. И как раз в то время в умах всех людей образованных веяла такая мысль, что можно воскресить мертвое ткань, воскресить мертвое тело. Как раз тогда Мэри Шелли написала свой роман знаменитый о Франкенштейне. А вот поэтому Луиджи Гальвани назвали воскресителем мертвых и соответственно мы назвали гальванический ток микроэлектрофорез серебра воскресителем иммунитета. Гальванический ток сам по себе имеет очень мягкие эффекты на ткани, на организм, в основном нормализуя обмен веществ, мягкий такой биостимулирующий эффект. Первичный механизм действия гальванического тока заключается в изменении ионной конъюнктуры тканей. Что это такое? Дело в том, что к плюсу, к положительно заряженному электроду, который называется анод, движутся отрицательно заряженные ионы, а не ионы. А к отрицательно заряженному полюсу, электроду, катоду, движутся положительно заряженные ионы. И естественно вот эти ионные сдвиги, которые происходят в тканях, они небесследно проходят для нервных рецепторов, для обмена веществ. Посмотрим на следующий слайд. Вы видите слева анод, справа катод и направленное движение ионов в тканях. Ну, конечно, в тканях ионы идут не просто как в растворе, а по путям наименьшего сопротивления. То есть, как раз биологически активная точка будет именно тем пунктом, через который беспрепятственно, ну, естественно, не совсем беспрепятственно, там есть, конечно сопротивление, будут проходить менее, более легко, менее трудно токи, в том числе гальванический ток, поскольку это зона со сниженным электрокожным сопротивлением. Кроме того, напомню, что электрический ток идет по протокам потовых желез, сальных желез, дальше по сосудам, лимфатическим, капиллярам, артериальным, ну, и более высокого калибра, то есть, там, где больше жидкости, больше жидкости, по путям наименьшего сопротивления. И в аппарате Ведолазер гальванический ток действительно очень низкоинтенсивный, всего полтора-два вольта, а щуп Ведолазере, напомню, имеет заряд положительный, то есть, является анодом, таким образом, поскольку он серебряный, естественно, ионы серебра с анода начинают стремиться к минусу, к катоду, и входят в биологически активную точку, снабжая ее необходимой информацией. Поговорим о микроэлектрофорезе ионов серебра. Дело в том, что применяется микроэлектрофорез ионов серебра с 1970 года. Наши российские ученые ввели его в клиническую практику. И экспериментально установлена возможность депонирования лекарственных веществ в области биологически активных точек. И также их последующего проникновения в ток крови и лимфы. Известно, что многие современные лекарственные вещества при введении в организм с помощью постоянного тока, в отличие от других способов, не имеют побочного действия. Особенно учитывая то, что сила гальванического тока, который применяется для микроэлектрофореза, минимальна. биологически активная точка это тот элемент, который обладает пониженным электрокожным сопротивлением. И связан как раз через систему вот этой самой высокой электропроводности пониженного электрического сопротивления посредством меридиана с различными органами и системами организма. Поэтому напомню, что именно биологически активная точка в первую очередь готова к этой информации и воспринимает ее. Каков же эффект собственно серебра? Серебро в различных традициях зачастую выступает именно как носитель информации, но не будем в это углубляться. И современной наукой доказано, что это мощный стимулятор иммунитета. Напомню, что серебро обладает выраженным антисептическим и противовоспалительным действием. Оно само непосредственно уничтожает микробы. Вы знаете, что серебряная посуда еще со времен Древнего Рима применялась для того, чтобы уменьшить риск инфекционных заболеваний. Кроме того, интересно, что серебро снимает сосудистые спазмы, то есть улучшает кровоток, стимулирует кровотворные органы, увеличивая количество лимфоцитов, моноцитов. Интересно, что и красный росток, кроме белого, стимулируется при помощи серебра, увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина, замедляется скорость оседания эритроцитов, что говорит о восстановлении реологических свойств крови, о том, что меньше вероятность возникновения тромбов, агрегатов эритроцитов и тромбоцитов, что очень важно, особенно с возрастом. Итак, делаем вывод, что серебро это достаточно мощный иммуномодулятор. Нужно сказать, что микроэлектрофорез серебра это, конечно, применение низкой дозировки серебра, никакого аргироза быть здесь не может. Это болезнь, которую можно получить, избыточно употребляя ионизированное серебро. Поэтому применение в таком виде серебра абсолютно безопасно, но даже при такой низкой дозировке доказано, что серебро мощно стимулирует фагоцитоз. Это что такое? Это процесс захвата, переваривания микробов нитрофилами, макрофагами, повышает количество антител иммуноглобулинов различных классов, т.е. те, которые вырабатываются быстро при острой инфекции, те, которые существуют на фоне хронического или когда-то протекавшего иммунного ответа, увеличивает процентное содержание и абсолютное количество Т-лимфоцитов, таким образом повышает защитные силы организма. Проводя микроэлектрофорез серебра в биологически активную точку, мы стимулируем иммунитет. помимо микроэлектрофореза серебра мы еще не должны забывать, что одновременно с гальваническим током действует и лазер. И в последнее время учеными, физиотерапевтами уделяется очень большое внимание именно этому моменту. Это называется лазерофорез, то есть введение лекарственного вещества при помощи лазера. Оказывается, что мы, физиотерапевты, очень недооценивали вот этот механизм действия и в последнее время он переживает второе рождение. То есть лазерофорез считается достаточно эффективным, он снова активно применяется в медицине, поэтому помимо электрофореза, то есть введения гальваническим током, мы наблюдаем усиление введения ионов серебра при помощи лазерофореза. В чем причина эффективности лазерофореза? Дело в том, что благодаря лазеру, напоминаю, в 10-13 раз увеличивается количество функционирующих капилляров, стимулируется обмен веществ, что дает более быстрое усвоение ионов, увеличивается проницаемость базальной мембраны эпидермиса, что дает проникновение под кожу в дерму, в подкожную жировую клетчатку ионов. Вторая причина это конформационные изменения молекул лекарственного вещества. Об ионах серебра здесь говорить не будем, но в принципе здесь показан на картинке модификация метилуроцила под воздействием лазера. Вы видите, что она меняет свою форму и энергетика последней формы третьей она в 5-7 раз выше, чем первоначальной формы. То есть изменение трехмерной структуры молекулы, то, что я вам рассказывала по поводу каталазы за счет эффекта резонанса, дает дополнительную, снабжает дополнительной энергетикой молекулу ион, который вводится в ткани. Следующий момент это сила светового давления. Она рассчитывается по специальной формуле. Она действительно может многократно превышать вес частицы и так называемое световое давление также способствует введению вглубь тканей нужного вещества. И четвертый момент это образование под воздействием лазера синглетного кислорода, активного кислорода. В результате реакции фотоактивации порфирина это вещество всегда находится в клетках. Мы имеем синглетный кислород, который также резко усиливает эффекты вводимого вещества. То есть он быстро начинает реализовывать свои эффекты, входить в обмен веществ, оказывать свое действие. Поэтому ионы серебра вводятся не только при помощи гальванического тока, но и при помощи лазерного излучения. Третий и последний метод, который применяется в аппарате ведолазер, используется в аппарате ведолазер, это точечный массаж или акупрессура. Вы знаете, что массаж в рефлексотерапии может быть ручным или мануальным и может быть инструментальным. По сути, что такое массаж в аппарате ведолазер? Это механическое нажатие конца щупа на биологически активную точку. То есть инструментальный метод воздействия на нее. правильно применяя различные приемы массажа, мы можем усиливать эффекты аппарата ведолазера. Сначала немного общей информации, немного истории. На самом деле методик акупрессуры множество, в зависимости от традиции, в которой она применяется. Поэтому это тема ни одной лекции. Мы поговорим только кратко, чтобы у вас сложилось общее впечатление. Нужно сказать, что на биологически активные точки при акупрессуре выделяют тормозную методику и седативную методику. И различные массажные приемы могут применяться для точечного массажа. Тормозная методика или седативная, успокаивающая, как ее еще называют, применяется для того, чтобы оказать болеутоляющее действие, уменьшить спазм мышц сосудов, ослабить кожный зуд и облегчить засыпание. Точка массируется плавно, непрерывно, достаточно глубоко, с постепенным увеличением интенсивности и, как правило, по часовой стрелке. Такое медленное, плавное, с постепенным углублением воздействия, это является воздействием седативным. Еще не менее важно, это, безусловно, продолжительность. Но прежде, чем говорить о продолжительности, закончим. Выход из точки действительно также осуществляется постепенно с уменьшением интенсивности выполняемого приема. То есть, входим по часовой стрелке медленно и выходим в некоторых традициях против часовой стрелки, в некоторых традициях также по часовой стрелке из этой точки. Во время проведения процедуры достаточно интенсивные предусмотренные ощущения мы вызываем. Иногда мерилом интенсивности воздействия служит боль. То есть, если пациент у нас говорит, ах, больно, то мы удерживаем некоторое время на этом уровне, пока боль не стихнет. И углубляемся по мере снижения болевых ощущений. Очень важно для тормозного воздействия время, посмотрите, оно не меньше двух минут должно быть на точку. Меньше двух минут. У маленьких детей 20-30 секунд. От двух до пяти минут этот метод лежит в основе, например, ишемической компрессии, триггерных пунктов, миофасциальных болевых триггерных пунктов, которые формируются в мышцах при заболеваниях опорно-двигательного аппарата на фоне различных патологий. Что касается методики тонизирующей или стимулирующей, которая соответствует ЯН, методика методика также может применяться как раз для стимуляции иммунитета, для стимулирования нервно-мышечного аппарата, для увеличения тонуса сосудов, активизации органов, функция которых ослаблена, например, при запорах, атонических запорах, для увеличения сексуальной активности, при недержании мочи, для увеличения секреторной деятельности желудка, одним словом, тогда, когда нужна стимуляция. Характер массирования точки, как правило, отрывистая, резкая, более поверхностная и кратковременная, хотя, опять же, зависит от традиции, в которой массаж применяется. Самый классический прием, один из классических приемов, это ногтевое вонзание, когда мы пунктирно вонзаемся в точку на протяжении определенного времени при помощи своего ногтя. Здесь написано, что ощущения больного минимальны, на самом деле при польцевом вонзании, ногтевом вонзании, эти ощущения могут быть достаточно интенсивными. Время воздействия на точку это самое главное, от 20 секунд до полутора минут. Если мы применяем движения круговые, то это движение обычно против часовой стрелки. И еще раз, от 20 секунд до полутора минут. Хотела бы вас познакомить с гармонизирующей методикой, которая является универсальной. Если вы не знаете, что делать с точкой, тонизировать ее, сидировать ее, можно прибегнуть к этой самой гармонизирующей методике. Это техника работы с точками из массажа куньи, это тибетский массаж. Называется техника вращения и надавливания, так называемая кор-нон-кор, то есть открыть точку, поработать с ней и закрыть. А что мы делаем для того, чтобы открыть точку? Большим пальцем нажимаем на точку и выполняем спиралевидные движения, круговые вращения, которые напоминают спираль. По часовой стрелке. В идеале это 5-10 раз, но не всегда так получается, нужно к этому стремиться. Вначале усиливая, а затем уменьшая надавливание. есть как бы тибетские специалисты говорят, что сначала мы массируем кожу, сделали круг, потом углубляемся до мышц, сделали еще один круг, и наконец входим на уровень костей, делаем еще один круг. Но это очень условно, потому что естественно пальцем до этих структур непосредственно мы не достаем, это говорит о глубине воздействия. И выходим также по часовой стрелке, возвращаемся на уровень нажатия мышцы и на уровень нажатия кожи. Вот такие движения кожа, мышцы, кости, мышцы, кожа мы должны повторить в идеале 5-10 раз. Следующее это нон, то есть непосредственно работа с точкой, это надавливание большим пальцем с усилением и постепенным уменьшением. Также на тех же уровнях, то есть сначала мы надавливаем поверхностно, затем глубже, потом еще глубже и выходим на средний уровень и на поверхность. Еще раз кожа, мышцы, кости, мышцы, кожа. А в идеале также это движение желательно повторить 5-10 раз. 5-10 раз. Ну и наконец, когда мы заканчиваем работать с точкой, закрываем ее, мы опять выполняем еще одно спиральное нажатие как в первый раз, но против часовой стрелки. То есть кожа, мышцы, кости, мышцы, кожа против часовой стрелки. И достаточно одного раза. Достаточно одного раза. Еще раз повторим этот прием. Итак, когда мы стимулируем, когда мы открываем точку, извиняюсь, открываем точку, мы должны спиральными движениями воздействовать на уровень кожа, потом мышцы, потом кости и выходим в обратном порядке. Мышцы, кожа, движение по часовой стрелке. Далее собственно заставляем точку работать. Здесь прямолинейное надавливание перпендикулярно поверхности кожи. Это кожа, мышцы, кости, мышцы, кожа. Предыдущее и это движение выполняется 5-10 раз. А вот закрытие точки выполняется один раз. Это против часовой стрелки, также на тех же уровнях, только с обратным направлением первому уровню движения. Итак, кожа, мышцы, кости против часовой стрелки, мышцы, кожа. Нужно сказать, что кроме того, помимо последнего движения против часовой стрелки закрывают точку еще постукиванием вибрации 5-10 раз подушечкой среднего пальца, поверх которого расположен указательный палец, как на данном рисунке. Как на данном рисунке. Такие постукивающие движения, и в идеале специалисты тибетской медицины делают это маслом. Если конституция ветер и слизь, лучше это делать маслом. Что касается желчи, там можно масло не применять. Такие рекомендации. Аналогичными приемами можно усиливать эффект аппарата VEDO-Laser. То есть, когда идет первые 5 секунд, свет, вы помните, от 1 до 8 Гц наращивает свою частоту. Кстати, эта частота непростая. Она соответствует функционированию большинства органов. Это частота, которая работает именно на органном уровне. Щитовидная железа, желудок, печень, они работают примерно на этих частотах. Поэтому она и выбрана была для данного аппарата. И во время первого этапа работы аппарата, когда он наращивает частоту, все это сопровождается звуковым сигналом, мы можем по часовой стрелке применять этот прием кор, открывать точку. Но, естественно, щуп может травмировать, поэтому нужно делать это осторожно, легким нажатием. Затем, когда идет работа в непрерывном лазере 5 секунд, мы можем делать движения, которые соответствуют нон, то есть перпендикулярными линейными движениями работать с точкой. И, наконец, на выходе можем против часовой стрелки делать это завершающее движение. Чтобы не было, во-первых, скучно, для того, чтобы усилить эффекты воздействия на точку, можем элементы массажных движений применять. в аппарат в аппарате массажа выполняет лазерное излучение. То есть как раз кор-нон-кор делает лазер. Сначала наращивает частоту, потом 10 секунд работает в непрерывном режиме и 5 секунд закрывает точку. Одновременно массажными движениями мы этот эффект можем усилить. напомню еще раз, что сила выполнения приемов должна быть достаточно слабой. Чтобы не нарушить целостность кожных покровов, не вызвать интенсивные болевые ощущения, серебряный щуп, конечно, не должен повреждать кожу. Все это должны быть достаточно легкие нажатия по ощущениям, так, чтобы было приятно вам. приступим к разбору конкретных рецептов, которые мы можем воздействовать при помощи аппарата Веда-Лазер как раз для стимуляции защитных сил организма или, другими словами, для стимуляции иммунитета. Один из самых известных и простых рецептов, так скажем, для ленивых, это базовый рецепт лазеропунктуры, который разработали Козлов и Буйлим в свое время. Он делится на две части, это Янская часть и часть, которая соответствует ИН. Итак, Янский рецепт, первый рецепт, сюда входит ХГУ G4, либо ЦЮЧИ G11, а также Е36, что значит двоечка в скобках, это значит они обрабатываются с двух сторон. И сюда же в этот рецепт входит точка ВГ14, которая чередуется вот этот рецепт ГИ4, либо ГИ11, Е36 и ВГ14, да, Джуй, чередуем через день с базовым рецептом ИНСКИМ, с базовым рецептом номер 2. Сюда входит НЕГОНЬ, точка МЦ6, с двух сторон, РП6, с АНИНЗЯУ, и точка ВЦ12, которая находится на середине расстояния между кубком и мечевидным отростом. Таким образом, по нечетным сеансам мы воздействуем в соответствии с базовым рецептом первым, по четным сеансам работаем по второму базовому рецепту. На этой фотографии, на этих фотографиях изображено воздействие на биологически активные точки, входящие в первый ЯНСКИМ базовый рецепт. Вы видите воздействие слева вверху на точку ЦЮЧИ, G11, которая находится на середине расстояния между наружным надмышелком плечевой кости и локтевым концом складки локтевого сгиба, наружным концом складки локтевого сгиба. Это точка, которая применяется при снижении иммунитета, точка толстой кишки. Вы помните, что точки толстой кишки как раз активно применяются при снижении иммунитета, также как точки канала желудка. Канал желудка это основной энергизирующий канал и воздействие на точку вечной молодости ЦЮЧИ, особенно в первые 7 дней лунного месяца дает профилактику многих заболеваний, в том числе и при снижении иммунитета показано, безусловно. 36-я точка находится при согнутой в прямом коленном суставе ноге на 3 ЦУНЯ, 3 ЦУНЯ это что такое? Это 4 поперечных пальца ниже верхушки надколенника и на 1 поперечный палец кнаружи от бугристости больше берцовой кости. ВСЖ14 точка ДАДЖУЙ находится под 7-м шейным позвонком. Напомню, как его найти 7-й шейный позвонок. Есть так называемый симптом клавиши при разгибании шейного отдела позвоночника. Если мы положим пальцы на шейно-грудной переход, мы почувствуем, что остистый отросток 6-го шейного позвонка уходит вперед, западает как бы как клавиша. Значит, тот остистый отросток, который остался на месте под клавишей и есть остистый отросток 7-го шейного позвонка. Будьте внимательны, он далеко не всегда самый выступающий, как это описано в литературе. Зачастую самый выступающий 1-й грудной. Так вот, под 7-м шейным позвонком находится эта точка. Эта точка одна из мощнейших среди рефлексотерапевтических точек. Она связана с ретикулярной формацией. Сегодня я про нее рассказывала, что такое ретикулярная формация и почему важно ее включать, и почему важно воздействовать, активировать ее, чтобы получить более выраженные эффекты. Поэтому эта точка считается, кстати, одной из мощных противоболевых точек. С нее начинают обычно сеансы, достаточно начинают сеансы при остеохондрозе позвоночника или при дорсопатиях. Итак, под 7-м шейным позвонком, то есть между остистыми отростками 7-го шейного позвонка и 1-го грудного мы находим эту точку, точку даджун. Воздействуем на нее аппаратом, можно дотянуться до этих точек, можно дотянуться без помощи посторонней. На данном слайде вы видите более подробное описание точек, которые применяются в базовом рецепте. Здесь нет точки G11, я сказала на предыдущем слайде, как ее находить. Вот точка Хэгуджи и 4, ее многие знают, находится на тыле кисти, в углу, который образован концами получается проксимальными, то есть ближе к телу, к основанию кисти первой и второй пясных костей, в ямке ближе ко второй пясной кости. 36-я точка дзусан-ли находится на передней наружной поверхности голени, ниже надколенника на трицунь и кнаружи на один поперечный палец от переднего края больше берцовой кости. Об этом я уже рассказывала, очень важная точка, не всегда ее легко можно найти. Рефлексотерапевты устраивают дебаты по поводу того, где она локализуется зачастую. Про точку даджу я уже много говорила, еще раз под седьмым шейным позвонком находится она, связана с ретикулярной форматной ствола. И, наконец, базовый рецепт номер два. Первая точка, которая в него входит, это внутренний барьер, это точка, которая препятствует проникновению патогенной биоклиматической энергии в каком-то смысле, кроме того, она усиливает микроциркуляцию, нормализует микроциркуляцию, поэтому воздействие на нее мы улучшаем микроциркуляцию в организме в целом, снабжая ее вот той информацией, о которой я говорила на предыдущих слайдах. Механизм действия мы достаточно подробно разобрали. И эта точка находится на два цуня выше самой глубокой лучезапясной складки между локтевой и лучевой костями посередине. Что значит два цуня? Это три пальца с указать, поперечные три пальца от указательного до безымянного прикладываются к самой глубокой лучезапясной складке, вот на этом уровне между костями предплечья мы находим на внутренней стороне предплечья эту точку. РП-шестая саниньцзяу это одна из также мощных точек, вы видите ее на нижнем на нижней фотографии слева, которая находится на три цуня, то есть четыре поперечных пальца выше верхушки внутренней лодыжки, внутренней лодыжки. Эта точка отвечает за она связана с тремя ножными каналами, это какие каналы? Это канал печени, канал почек и канал селезенки поджелудочной железы. Она регулирует функцию этих каналов меридианов, связана с органами малого таза, связана с толстой кишкой и обладает антиспастическим эффектом выраженным. Также профилактирует заболевания, связанные с паранхематозными органами, в первую очередь, с органами малого таза. Кроме того, вы замечали, что именно в этой точке при венозной недостаточности формируются трофические нарушения, в первую очередь. Поэтому, если они там есть, о противопоказаниях мы еще поговорим, то воздействует естественно на эту точку при нарушении целостности кожных покровов, при наличии варикозных узлов. Именно на эту точку мы не воздействуем тогда, а выбираем место рядом для воздействия. Ну и, наконец, последняя точка это середина расстояния между пупком и мечевидным отростком, 12-я по передне-срединному каналу. Точка, также регулирующая функцию всех органов, в особенности паранхематозных. И напоминаю, что воздействие на эту точку способствует нормальному протеканию энергии печени относительно энергии желудка и энергии желудка относительно энергии печени. Напомню, что очень часто в условиях стресса мы испытываем боли в области желудка, в эпигастреи. И почему? Дело в том, что энергия печени, в данный момент препятствует нормальному протеканию энергии желудка вниз. И существует множество рецептов для того, чтобы нормализовать воздействие на точки канала печени. Необходимо, помимо всего прочего, и также воздействие на эту точку возможно. Сейчас еще посмотрим. Здесь то, что я сказала о локализации точек описано. Более подробно нарисована локализация этих точек, которые входят в базовый рецепт. Нейгуань внутренний барьер, Санинзяо и точка 12 по передне-срединному каналу. Сейчас существует масса очень качественных справочников, где можно найти локализацию точек. Поэтому более подробно мы не останавливаемся. Делаем перерыв. Делаем перерыв. В наш вебинар поступило несколько вопросов. Первый вопрос где находится точка вечной молодости. Мы вернемся к нужному слайду. Итак, точка вечной молодости или три промежутка на ноге находится на передней наружной поверхности голени. То есть ниже надколенника. Для того, чтобы найти эту точку, надо ногу в коленном суставе согнуть под 90 градусов. Так ее удобнее искать. И под верхушку надколенника, которая обращена в сторону суставной щели, верхушка надколенника, это самая нижняя часть надколенника, положить четыре пальчика. Четыре пальчика это тридцунь, как раз как показано на рисунке. Здесь справа внизу. Далее нужно, это мы сориентировались по вертикали. Теперь нужно сориентироваться по уровню горизонтальному. есть нужно от бугристости больше берцовой кости. к наружу. Если человек ищет ее сам у себя, нужно положить кисть на коленный сустав, согнутый коленный сустав, так, чтобы пяснофаланговые суставчики оказались в проекции суставной щели, то есть под верхушкой надколенника. и средний палец укладывается при соответствующей руке на бугристость больше берцовой кости по центру колени, а безымянный пальчик его конец как раз указывает на эту точку дзусанли. То есть как бы обнимаем колено этой же рукой, то есть если правое колено, правая рука и безымянный палец в эту точку укладывается. По поводу справочников, которые вам необходимо посоветовать, существует масса литературы, например, Самосюк, Лосенюк, Атлас, энциклопедия по рефлексотерапии. Там, где встречается фамилия Самосюк, это украинские авторы, вполне качественная, локализация точек описана хорошо. И плюс вы прекрасно знаете, что есть специальный модуль рефлексотерапии, разработанный ведопульс для вас. Там участвовали эксперты, использовалось множество источников, он очень точный, очень простой в использовании, доступный, поэтому можете пользоваться им. Валентина спрашивает по поводу того, что часто не видит луча от аппарата и непонятно, то ли точку не нашел, то ли прибор не работает, или другая ошибка. Ну, естественно, если вы нашли точку, загорается индикаторная лампочка, идет звук 3 раза, на влажной кожи явно, а на кожу уже подсушенной, сухой, сухой, чем-то сухим, какой-нибудь сухой тряпкой. И тогда лучше использовать хлопчатобумажную ткань, белую, чтобы никакой другой информации не вносить. И тогда биологически активные точки ищутся достаточно успешно. То есть, конечно, могут сесть батарейки, но, в общем-то, это легко решаемый вопрос. Поэтому я думаю, что просто либо была очень сухая кожа, либо вы не нашли точку. Потому что, конечно, именно там, где снижается электрокожное сопротивление, начинает светиться лампочка, подается звуковой сигнал и начинается воздействие. Мы продолжаем. По поводу того, как строить рецепт, вот базовый рецепт применять. Точки мы разобрали их локализацию, а теперь как это будет выглядеть. Если пациент ослаблен или это ребенок, не обязательно брать их парно-симметрично, то есть, 5 точек по 1 сеанс. На руке 2, на ноге 2 и 1 по срединному каналу. Можно их брать перекрестно. Если мы берем перекрестно, то тогда использование базового рецепта растягивается не на 2, а на 4 сеанса. Напомню, это либо у ослабленных больных, либо у детей. Итак, например, мы берем G11 или G4 слева, E36 справа и VG14. И работает правило восьмерки. То есть, если мы брали E36 справа, на ноге закончили в прошлый раз, то в следующий раз мы берем E36 слева, опять же, с ноги начинаем снизу, дальше G11 или G4 справа и заканчиваем также срединным каналом. Точка МЦ6 берется слева на третий сеанс, РП6 справа и ВЦ12 заканчиваем. Тоже по аналогии правила восьмерки. РП6 снизу на ноге, да, слева, МЦ6 справа и ВЦ12. Итак, повторяем по кругу, обычно до 10-12 процедур. Нужно сказать, что ежедневно применять какой-либо физический фактор длительное время смысла не имеет. Лучше курсы проводить, курсы, которые включают в себя 10-15 процедур, делать перерыв 10-14 дней и снова при необходимости курс повторять. То есть, минимальный перерыв между курсами все-таки дней 10. Поскольку, почему мы так советуем? Дело в том, что привыкание наблюдается к любому физическому фактору. Мы имеем привыкание. Вот поэтому, чтобы не было привыкания, чтобы не было снижения эффективности, рекомендуется делать перерывы между курсами воздействия. Еще один рецепт для профилактики заболеваний. Здесь вы видите примерно те же самые точки. Мы уже знаем, где находится Хигуджи Е4. Эта точка находится между первой и второй пястными костями на кисти. Знаменитая точка Е36-я точка вечной молодости. Е25-я находится на 2 цуня в сторону от пупка. На горизонтале пупка в сторону 2 цуня. Это, напомню, с указательного по безымянной пальце, три пальца поперечных. Это точка, которая ответственна за толстую кишку и стимулирует иммунитет, применяется как неотложная при поносах. Очень интересная точка, точка общего действия, поэтому она вполне закономерно включена в этот рецепт. ВЭДЖи 20 точка. ВЭДЖи 20 точка это точка БАЙ ХУЭЙ, которая является самой янской верхней точкой нашего тела. Находится на пересечении вертикали от верхушек уха на срединной линии тела. Очень мощная точка, поэтому есть проблемы, если какие-то с психикой, лучше эту точку не брать. Точка, которая соответствует верхней чакре, но на самом деле для укрепления иммунитета она также применяется, если нет никаких психических отклонений, можно ее использовать. Следующая точка, следующий день, второй день, это опять же ГИ11, ГИ11, ключи, которая в области локтя находится, мы на предыдущем рецепте о ней говорили. 41 по каналу желудка, это середина тыльного сгиба голеностопа, то есть если вы посмотрите на свой голеностоп, на его тыл, середина вот этой тыльной складочки голеностопного сустава, это и есть 41 точка. Она соответствует проекции артерии и стопы и интересно, что эта точка тоже является точкой общего действия, также на основном энергизирующем канале нормализует обмен веществ и 19-я точка, 19-я по каналу желудка, находится на пересечении реберной дуги и линии, которая находится вертикальной линии, проходящей на 20-я в сторону от срединной линии, то есть это проекция желчного пузыря справа, а слева это будет близко уже к селезенке, ближе к селезенке. И наконец последняя точка, это 26-я точка по заднесрединному каналу VG26. Она находится на середине верхней и средней трети фильтра верхней губы. Это тоже одна из мощных точек общего действия, она является неотложной и для профилактики ренита также может применяться, то есть воспаление носа. Третий день мы берем точку TR5, это VG1, она находится на 2 цуня, выше лучезапястной складки, но на тыле, то есть тыльной поверхности предплечья, напротив точки на игуане MC6, то есть внутренней поверхности предплечья этой точки соответствует MC6, а с внешней поверхности TR5. Дальше GE10, это Шоу-Сан-Ли, эта точка находится на 2 цуня ниже Цю-Чи, ниже той точки, которую мы искали в области локтевого сустава. Следующая точка, знакомая нам, это WC12, которая находится на середине расстояния между мечевидным отростком и пупком, и WG20, которая является самой ямской точкой тела на пересечении вертикалей от верхушек уха. Четвертый день, кстати, эта методика есть в инструкции к аппарату, методика отработанная, вполне приемлемая, дает прекрасные результаты. Дальше следующий день GE4, это HG, опять же E36, в связке эти две точки применяются очень часто, они обладают, они связаны, эти два канала, толстая кишка и их желудок связаны по правилу вверх-вниз, препятствуют более глубокому проникновению патогенной биоклиматической энергии являются третьим уровнем борьбы с внешнепатогенной биоклиматической энергией и поэтому вполне могут применяться для профилактики острых респираторных заболеваний, для повышения иммунитета. E25, это на уровне пупка, BG26, напомню, это под носом на фильтре верхней губы, WC6, это шестая точка по передней и срединному каналу, она находится на полтора цуня ниже пупка по срединной линии. Также имеет отношение ко всем паранхематозным органам, хорошо стимулирует функцию селезенки, то есть иммунитет. И пятый сеанс, опять СЮЧИ, G11 в области локтевого сустава, стимулирующий иммунитет. ТР5, это внешний барьер, который на тыльной поверхности предплечья находится, 20-я точка, которая находится на пересечении вертикали от верхушек уха, 41-я, да, 20-я точка Байхуэй по задне-срединному каналу считается выходом срединного канала, срединного канала тела, да, и поэтому является достаточно мощной перераспределяющей энергию в организме, то есть на нее воздействуем осторожно при выраженных вегетативных нарушениях, при психических нарушениях. Е-41-я она находится на середине тыла сгиба голеностопа и тыльного сгиба голеностопа и 17-я по переднему и срединному каналу, это по срединной линии в четвертом межреберии. Как находить четвертое межреберие? Дело в том, что проще всего найти второе межреберие, то есть если вы прощупаете у себя грудину, срединную линию грудины, то почувствуете, есть такой угол угол Людовикова называется и прикрепление к нему второго ребра вот мы как раз это место и ощущаем. То есть под вторым ребром будет второй межреберие, дальше идет третье ребро под третьим ребром третье межреберие, далее четвертое ребро, под ним четвертое межреберие. То есть у мужчин это на пересечении межсосковой линии, срединной линии тела, у женщин нужно считать межреберие. Эта точка мощная, ее рекомендуется применять лучше в первую половину дня, нормализует вегетативную регуляцию, нормализует иммунитет, поэтому этот рецепт является вполне гармоничным, его можно применять для стимуляции иммунитета, но он уже не для ленивых, не так, как первый рецепт работает. И по кругу еще пять сеансов можно проводить, то есть нужно большее время себе уделять, чтобы этот рецепт простимулировал иммунитет. Всего десять сеансов. Как я уже говорила, 10-14 дней делаем перерыв и при необходимости повторяем. Такие курсы можно повторять один раз в квартал, то есть до четырех раз в год, пожалуйста, вы только будете стимулировать свой иммунитет, будете всегда работоспособны. И помимо воздействия на биологически активные точки, безусловно, массаж рефлексогенных зон, микросистемы уха, микросистемы скальпа, кистей стоп по 2-3 минуты на каждую область, всего 15 минут. То есть поглаживание, растирание, пожалуйста, все это можно делать. Еще одна система, еще одна система, при помощи которой мы достаточно часто работаем, это система работы по конечным и начальным точкам меридианов, которые расположены на кистях и стопах. Потому что если еще подключать лицо и тело, где также расположены конечные и начальные точки меридианов, то это будет слишком большое время. Пожалуйста, кисти рассмотрим на этом рисунке. Вы знаете, что на большом пальце заканчивается канал легких. Как найти вот эту точку на следующем слайде я вам покажу. Если посмотреть на большой палец, то вот пересечение вертикали ногтя и горизонтали ногтя, отступя от угла ногтя, отступя от угла ногтя, 3 миллиметра буквально, вот здесь мы находим эту точку. Также с другой стороны симметричной есть внеканальная точка, это очень интересные точки обе. Они применяются тогда, когда необходимо оборвать какой-либо процесс. Например, вы внезапно заболели острым респираторным заболеваниям и чтобы остановить ренит, отделяемый из носа, можно использовать воздействие на эту точку. Можно использовать массаж, можно использовать воздействие аппаратом ведолазер. Итак, это точка конечная по каналу легких. Дальше также отступя на один фен от корня ногтя указательного пальца, это первая точка по каналу толстой кишки. Далее на среднем пальце здесь неправильно указано, эта точка находится на кончике среднего пальца. На кончике среднего пальца сейчас я покажу каской. Вот здесь на кончике среднего пальца. Это конечная точка по каналу перикарда. И точка первая по каналу тройного обогревателя на один фен от корня ногтя безымянного пальца снаружи. Ну а на мизинце опять же изнутри в лучевую сторону и снаружи в локтевую сторону расположена конечная точка по каналу сердца и первая точка по каналу тонкой кишки. Что касается стопы, то первая точка по каналу почек находится вот как раз если согнуть пальчики, то образуется такая горизонтальная складка и под центром этой горизонтальной складки мы найдем эту точку. Ее аппаратом ведолазер не всегда получается найти, потому что на подошве очень сухая кожа и вот здесь как раз электрокожное сопротивление может быть снижено, поэтому здесь нужно постараться. Что касается других точек, находятся они достаточно легко. На один фен от корня ногтя большого пальца находится первая точка по каналу селезенки поджелудочной железы изнутри, снаружи первая точка по каналу печени. На втором пальце на один фен от корня ногтя это конечная точка по каналу желудка, на четвертом пальце на один фен от корня ногтя в сторону мизинца конечная точка по каналу желчного пузыря. И наконец на один фен от корня ногтя мизинца стопы находится конечная точка по каналу мочевого пузыря. Таким образом обрабатывая последовательно эти точки мы восстанавливаем проходимость, снимаем блоки энергии на всех 12 меридианах или 12 каналах. То есть это та система, которая классически используется с большим успехом рефлексотерапевтами. Аппарат VEDO-лазер можно также использовать для стимуляции этих точек. Теперь переходим к острым респираторным заболеваниям. Что предпринять, если все-таки острое респираторное заболевание случилось, как стимулировать иммунитет в этих условиях? Есть несколько рецептов. Один из традиционных китайских рецептов – это применение точки Шао-Шан П11, о которой мы говорили, точки второй по толстой кишке, третьей по толстой кишке, которая находится на указательном пальце, вторая точка – это получается дистальнее, ближе к ногтю от пясно-фалангового сочленения, а третья – это проксимальнее пясно-фалангового сочленения, здесь вы можете их видеть. Это вторая точка, а это третья точка. Четвертую точку вы знаете, это точка Хэгу. Десятая точка Шоу Сан Ли на два цуня ниже одиннадцатой точки Цю Чи. Дальше точка четвертая ваньгу по каналу тонкой кишки, она находится на максимальной пятой пясной кости, между пятой пясной костью и трехгранной косточкой на тыле кисти. И двадцать четвертая точка по каналу мочевого пузыря находится на полтора цуня, латеральнее межостистого промежутка между третьим и четвертым поясничными позвонками. На практике часто встает вопрос, самому трудно конечно эту точку на нее воздействовать, необходимо прибегать к чьей-то посторонней помощи. Как найти позвонки в поясничном отделе, остистые отростки? Если положить кисти рук на гребни подвздошных костей, большие пальцы направить к позвоночнику, то большие пальцы, если положить руки на талию, на гребни подвздошных костей, они лягут на остистый отросток четвертого поясничного позвонка. Если положить кисти таким же образом на реберную дугу, под реберную дугу сразу, то большие пальчики уйдут у нас на второй, на остистый отросток второго поясничного позвонка. Ну и соответственно, если вы нашли второй, то вы спускаетесь ниже и под ним находите межостистый промежуток между третьим и четвертым поясничными позвонками, уходите в сторону на полтора отцуни, это примерно 2-3 см, находите эту точку. Если вы нашли четвертый остистый отросток, то просто над ним находится эта точка. И наконец, седьмая точка по каналу почек. Эта точка очень интересная, она является стимулирующей для канала почек. Вы знаете, что прародительская энергия, энергия юаня, она как раз сокрыта в почках, и поэтому воздействие на канал почек, мы воздействуем и на прародительскую энергию, как раз стимулирующая точка для канала почек, достаточно часто применяется в рефлексотерапии. Обращаю ваше внимание, находится она на внутренней поверхности ноги, на голени, на три цуня выше медиальной лодыжки и на линии, одной линии с точкой третьей по каналу почек. То есть, эту точку третью по каналу почек легко найти, это середина расстояния между верхушкой внутренней лодыжки и ахилловым сухожилием. Вот если вертикально подняться вверх еще на три цуня, там мы найдем точку, седьмую стимулирующую точку для канала почек. И далее идут рекомендуемые рецепты. Интересный рецептик, это традиционный китайский рецептик, видите, тут сочетаются воздействия на несколько точек канала толстой кишки, на вторую, третью, четвертую и десятую. На второй день мы идем, опять также берем вторую точку по каналу толстой кишки, которая расположена ниже пясно-фалангового сочленения указательного пальца. Дальше берем Р-7 стимулирующую почки на внутренней поверхности голени и 11-ю конечную по каналу легких. И на третий день берем точку тонкой кишки, четвертую и 24-ю точку по каналу мочевого пузыря. Почему именно эти точки берутся в рецепт при их простуде? Дело в том, что патогенная биоклиматическая энергия, напомню, это правило верх-низ, то есть насколько глубоко внешняя патогенная биоклиматическая энергия входит в организм, зависит от того, как ему препятствовали каналы. Первая пара каналов – это как раз тонкая кишка и мочевой пузырь. Вторая пара каналов – это тройной обогреватель и желчный пузырь, которые по правилу верх-низ между собой сочетаются. И, наконец, третья пара каналов – это желудок и толстая кишка. Очень неблагоприятно считается, что если патология заходит более глубоко. Но вот если мы рассмотрим патогенез острого респираторного заболевания, то ломота в мышцах, недомогание, иногда может быть рвота, но это редко. Это все-таки как раз уровень поражения тонкой кишки и мочевого пузыря. Далее, когда поднимается температура, это уже уровень поражения тройного обогревателя и желчного пузыря. И, наконец, в дальнейшем патогенная биоклиматическая энергия может уйти глубже, то есть канал желудка толстой кишки, а это иммунитет, вы знаете. Поэтому необходимо не допустить, необходимо укреплять эту оборону, поэтому мы воздействуем на точки этих каналов. АП-11 точка, Шаошан – это та точка, которая позволяет оборвать процесс. Еще раз напомню, внеканальная точка, которая находится с лучевой стороны, с локтевой стороны, извиняюсь, на 1 фене от корня ногтя большого пальца, и это 3 мм, и 11 точка по каналу легких – это те точки, которые позволяют оборвать острый респираторный процесс в самом начале. Но отсрочив его на какое-то время, все равно придется дальше над ним работать. Помимо тех точек, о которых мы говорили, рекомендуется при наличии насморка массаж носовых точек. Вообще, на самом деле, на носу достаточно много различных точек. Надо не забывать третью точку – внеканальную, интан, которая находится между бровей. Канальные точки – это 20-я по каналу толстой кишки, которая находится на пересечении носогубной складки и крылоноса на площадочке сбоку. И точку VG26, о которой мы говорили, под носом на границе верхней и средней трети фильтра верхней губы. Вот их можно обрабатывать аппаратом VEDO-лазер, только помните, что ни в коем случае включенный аппарат не направляем в глаз. И что еще? Множество внеканальных точек здесь есть, которые нарисованы выше, вы видите их, и здесь они идут друг за другом, то есть по спинке носа, по боковой поверхности носа находим и массируем эти точки. Можно массировать, можно, как я уже сказала, вот на точку внеканальную третью, G20. VG25 – это, кстати, тоже точка реанимации, это точка на конце носа, су ляу. И VG26 – это вот та, которая находится на фильтре верхней губы. Там можно применять аппарат VEDO-лазер, но на остальные точки массаж. Еще один рецепт, который есть в инструкции к аппарату VEDO-лазер, этот рецепт также включает в себя точки канала легких и канала толстой кишки. Вы видите, в первый день это P1, точка P1 находится на уровне первого межреберья, то есть под первым ребром в дельтовидно-грудной борозде, то есть достаточно легко ее найти, на 6 тоней в сторону от срединной линии. Дальше G4, HG, знакомая точка, и G20 – это та, которая у крыла носа находится. С двух сторон обрабатываются эти точки. Во второй день воздействуем на P3. P3-точка здесь не совсем корректно нарисована, она находится на уровне, на 3 цуня ниже подмышечной вкладки, на наружном крае бицепса. На наружном крае бицепса, то есть чуть пониже на самом деле. И следующая точка – цюючи на локтевом суставе G20 у крыла носа. Третий сеанс – это P7, точка P7, интересная точка, точка общего действия. Это лоупункт канала легких, то есть используя эту точку можно как бы перебросить энергию в канал толстой кишки. И что здесь, где находится эта точка? Она находится на полтора цуня выше самой глубокой лучезапястной складки, несколько отходя к наружу в лучевую сторону от общей траектории канала легких. Есть дополнительный прием для поиска этой точки, то есть для того, чтобы найти эту точку, если сложить межфаланговые складки между указательным и большим пальцем, то вот там, где указательный палец лежит сверху, на границе тыльной и ладонной поверхности предплечья, мы находим эту точку. В справочниках можно прочитать, в агралике в частности это дополнительный прием, он описан. При необходимости мы повторяем эти три сеанса по кругу и дополняем также массажем назальных точек, о которых мы уже говорили. Так, что еще хотелось бы вам рассказать? Для стимуляции защитных сил организма может применяться опосредованное воздействие на энергию почек, то есть не непосредственно в проекции почек воздействия или точки, которые находятся рядом с позвоночником, а точки в области ягодиц. Это из тибетской традиции, так в традиционной тибетской медицине согревают энергию почек. Напоминаю, энергия почек – это хранительница прародительской энергии, она нам нужна, ее растраты являются причиной преждевременного старения и так далее, и так далее. В тибетской традиции применяют прогревание точек почек, которые расположены на ягодицах. На этом слайде вы видите как раз так называемую мандалу, мандалу почек. Центральная точка этой мандалы находится на середине расстояния между седалищным бугром и большим вертелом. Это точка выхода седалищного нерва, ее не так трудно найти. А все остальные точки мандалы, напомню, мандалы – это как бы создание нового измерения, то есть четыре точки символизируют четыре направления света. Это север, верхняя точка, нижняя – юг, слева – это у нас будет запад, справа – восток. То есть мы как бы формируем новое измерение. Можно и так относиться к этому моменту. Итак, обрабатывается вначале центральная точка, где она расположена, это середина расстояния между седалищным бугром и большим вертелом бедра. И далее обрабатываются точки мандалы по кругу. Эти точки лежат на три цуня, то есть на четыре поперечных пальца, выше, в стороны и ниже этой точки крестом. А обрабатываться начинает с центральной точки, далее верхняя точка и по часовой стрелке. И по часовой стрелке. Пожалуйста, можно использовать для воздействия на эти точки аппарат «Ведолазер». В тибетской традиции там используется МОКС. Теперь еще, что хотела бы я сказать, это противопоказания для аппарата «Ведолазер». Напомню, что противопоказания на самом деле минимальные. Прежде всего местные, то есть в области воздействия. Это любые кожные поражения в области зоны воздействия. Это воспаление, остеомиелит, доброкачественные и злокачественные опухоли, парикозное расширение вен, тромбофлебит, не воздействуем на проекцию крупных сосудистонервных пучков. Осторожно у женщин при беременности и во время менструации ограниченное воздействие на живот, пояснично-крестцовую область, внутреннюю поверхность ног. Ну а также выраженные нарушения свертываемости крови, поскольку могут появиться синяки от механического воздействия, но это уже, как правило, такая серьезная патология, что без внимания врачей, естественно, не обходится. То есть противопоказания на самом деле минимальны. Не воздействуем на поврежденную кожу, не воздействуем на доброкачественные и злокачественные опухоли в зоне их наличия. Вот такие противопоказания. И по правилам техники безопасности, дело в том, что попав в точку, нажав и имея лазерный луч, в принципе, можно умудриться посмотреть на этот лазерный луч. Я пробовала, у меня получилось. Хотя, конечно, аппарат обычно отключается, но иногда такое бывает. То есть техника безопасности ни в коем случае не смотреть на лазерный луч. Потому что наиболее опасен луч лазера – это для сетчатки, для глаза. Если это условие соблюдать, то применение аппарата VEDO-лазер вполне безопасно. Ну и делаем вывод. Напомню, что триада методов, которые применяются в аппаратах VEDO-лазер – это и очень эффективный синергизм методов, имеет минимум противопоказаний. Действительно, воздействие аппаратом VEDO-лазер на точки акупунктуры оптимизирует иммунитет. Этот метод достаточно простой, доступный, достаточно безопасный. То есть интеллект вложен в него максимально. И его можно применять в стационарах, поликлиниках, санаториях, в домашних условиях, после консультации, естественно, врача. Что еще нужно сказать? Что на самом деле кажется этот аппарат достаточно простым. Но разобравшись в механизмах действия, вы видите, насколько глубинно, насколько много в него вложено информации. Поэтому благодарю вас за внимание. Спасибо. Отвечу с удовольствием на вопросы, которые у вас будут. Спасибо, дорогие пользователи, что вы были с нами. Ваши отзывы мы очень ждем под комментариями об этом вебинаре. Ссылочку в чат я бросила. Также приглашаю вас на продолжение данной темы рефлексотерапии уже, которая вебинар у нас состоится уже на следующей неделе. В общем, всем спасибо и до встречи.